добрый день в эфире телеканала дом обсуждаем темы которые касаются каждого из нас которые актуальны сегодня и прямо сейчас мы поговорим о теме работы и деятельности волонтеров в условиях карантина в украине а к нам присоединяется наталья пушкарева это уполномоченный президента украины по волонтерской деятельности наталья здравствуйте добрый день всем желаю 36 и 6 взаимно аналогично вот скажите пожалуйста первый вопрос вспышка ковид 19 карантин активизировали работу волонтеров как и кому сейчас волонтеры помогают больше всего и что немаловажно как обстоят дела с пожилыми одинокими людьми на востоке нашей страны в донецкой луганской областях ну во первых спасибо большое что те волонтеры опять быстро активизировались могу сказать следующее что волонтером сегодня стать может каждый у которой у которого добрые помыслы помочь ближнему да действительно особенно в этот период карантина когда ограниченные возможности выхода нужно помочь самым нашим близким это людям в бальзаковском возрасте очень много проблем есть связи с этим связано это и мошеннические разные темы поэтому волонтеры и это отслеживают в вашей области волонтеры очень активно помогают я знаю что созданы и мобильные бригады у меня есть совместное заявление с обществом красного креста о совместной деятельности с первых моментов еще с марта месяца красные волонтеры красного креста доставляли в лабораторию пробы анализы на тестирование к вид 19 другие многие другие волонтеры помогали в обеспечении лечебных учреждений это и благотворительные фонды это и просто волонтерские команды поэтому я думаю что волонтерство как всегда хорошо подставляет плечо нашему государству здесь крайне важно понять вот тем людям которые сейчас нас смотрят куда обращаться за помощью например если нужно сходить в магазин в аптеку конкретно пожилым людям пенсионерам ну тем людям кому кто не может кому не могут помочь ну во первых наверное это то что есть чтобы в каждой области и при штабе есть сотрудники красного креста их не телефоны доступны это горячие линии которые работают в луганской донецкой области и конечно это те мобильные группы которые на волонтеров которые между собой объединились это известные благотворительные фонды которые помогают контактная информация есть в областях но я думаю что в ближайшее время мы благодаря вашей или радио компании тоже предоставим дополнительную информацию если ее не хватает именно по вашей области мы с удовольствием подключимся к помощи и будут будем рады содействовать а как государство на данный момент поддерживает волонтеров в своей работе во время карантина ну я могу сказать на данный момент волонтеры поддерживают государство потому что у нас с вами одно единое государство и в таких проблемах из перезвечайной ситуации тут не важно кто кого поддерживает тот важно чтобы мы были вместе и дали возможность людям которые в этом нуждаются вот именно ту руку помощи поэтому еще я как истинный волонтер не разделяю помощи еще очень важный момент вот те люди которые не являются профессиональными волонтерами ваши советы украинцам которые готовы помогать малоимущим пенсионерам инвалидам во время карантина что они могут сделать на данный момент самое важное это информирование поскольку любой волонтер который выходит в среду которая может быть потенциально ковид-19 именно тем и опасен и страшен как и любой другой вирус что он невидимый поэтому сохранять карантинный режим нужно и волонтерам соответственно создание удаленного доступа разъяснительной работы помощи создание оперативных таких вот как бы телефонных обзвонов и понимая у нас люди все-таки бальзаковского возраста больше привыкли к телефонной услуги одни к компьютерной поэтому их не потребности можно собирать заказывать и доставлять с какими символикой и знаками и еще наталья крайне важный момент сейчас активизировались мошенники вот под видом волонтеров берут у стариков деньги чтобы сходить или в аптеку или в магазин и исчезают что нужно знать и как не обмануться если можно коротко пожалуйста ну самое главное это нужно понимать что волонтер это ближайший твой сосед или тот человек которого ты видишь и который не просто с улицы берется да действительно над этим работает государство чтобы минимализировать риски для пенсионеров увы это на как наша беда учитывая что у меня есть совместное заявление с обществом красного креста все волонтеры красного креста они одеты в яркие жилетки с их ним логотипом и с их ним знаком доверять тем кто уже проверенный ну что ж наталья мы говорим вам огромное спасибо за то что вы к нам присоединились и рассказали что к чему друзья напомню это была наталья пушкарева уполномоченный президента украины по волонтерской деятельности а мы же желаем вам крепкого здоровья 36 и 6 и оставайтесь дома оставайтесь с телеканалом дом